Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Яна Фёдорова. И сегодня я хочу показать вам такой интересный случай, удивительный случай. Растение из листа. Вот здесь у меня укоренён лист клеродендрума. Вот, видите? И такое чудо получилось. Лист сам укоренился и дал маленький росточек. Вот ещё один листочек есть, тоже клеродендрум. И здесь даже не лист, а фрагмент листа. Вот видно, что он укоренился. Вот они, корешки. Но пока детку не дал. А вот этот, который дал детку, уже сам материнский лист стал погибать, отгнивать. И я как раз поспешила заснять этот момент, пока он до конца не отгнил, чтобы показать вам, чтобы вы убедились, что из листа растение тоже можно выращивать. Сейчас я выкопаю обои листочки и покажу, что там внутри. Сверху это у меня зелёненький томок с фагнум. Частенько я добавляю в землю. И вот, что получилось. Так, как бы мне не оборвать этот корешок. Вот видите, какой огромный корень получился от листа. Всего лишь фрагмент листа клеродендруна. Так, и здесь сейчас посмотрю. Так, как бы мне аккуратно. Ох, тут ещё даже вот детки, я их даже не увидела. Вот ещё детки. Так, аккуратненько попытаюсь растрясти земляной ком. О, даже там ещё третья деточка. Обалдеть! Вот какое удивительное дело. Растения из листа. Растения из черенка. То есть, практически все растения очень хорошо размножаются черенком. Это мы все знаем. А вот растения из листа, чтобы получить... Ну, эта тема как-то не освещена. Я в интернете стала читать, когда увидела вот это дело. Думаю, что же это такое? Оказывается, это тоже возможно. Вот, смотрите. Вот оно чудо! Сколько корней. И вот от самого листа идут две вот эти деточки. Удивительно просто. Объясняется это тем, когда я стала читать, как это возможно, что в самих листовых пластинах находятся такие клетки, так называемые листовые примордии. То есть, что это такое? Это такие зачатки молодых растений, которые содержатся практически во всех листах растения. И вот при присутствии гормона прорастания гиперелина, эти клетки активизируются, эти самые листовые примордии. И вот мы видим, что дают деточки потом листы. При присутствии гиперелина получается, что эти листовые приморди прорастают и превращаются в новые молодые растения. У меня получится здесь, ну, не знаю, наверное, одно растение из этого одного листа. Этот листочек клеродендрона я посадила и через две недели он дал корни. А вот сами детки появились через пять месяцев. На сегодняшний день, вот сейчас пять месяцев. Это очень долго, конечно, но, в принципе, возможно. Я таким образом сажала еще много разных растений, именно листом. Фуксии, бегонии, петуни, катарантусы, гибискусы. Ну, в общем, много, даже не упомню. Целая полочка у меня прям стояла с этими стаканчиками в пакетиках. Разные-разные листочки. И я все наблюдала за ними. Прошло три месяца. Через месяц, конечно, они все укоренились. А вот когда уже настало три месяца, они как-то, половина из них один за одним, начали потихоньку что-то загнивать, пропадать. Я думаю, ну, что это за ерунда? Взяла и выбросила их. Думаю, сколько я буду ждать? Что с ними дальше будет? А вот эти как-то не заметила. Вот этот клеродендрон и еще вот фикус у меня остался. Растений у меня тысячи здесь. Тысячи стаканчиков разных-разных при разных растений. И как-то вот среди них я не заметила. Вот эти даже как-то они мимо прошли, не заглядывала, не поливала, ничего не делала. А вот недавно все перебирала, ухаживала и обнаружила, что у меня, оказывается, вот что есть. Ну, в общем, вот так у меня получилось. Я, конечно, пожалела, что раньше времени выбросила, может быть, что-нибудь из них бы и получилось. Все-все растения таким образом посажены. Около, наверное, 15 у меня видов разных растений так было посажено. Все они дали корни. Буквально все листы вот таким образом укореняются. И как сейчас я уже почитала информацию про эти самые гормоны прорастания гибереллины, видимо, каким-то листам, которые стали пропадать, не хватало именно гибереллинов. То есть, стоило бы добавить им этого гормона, либо применить препарат бутон, полить под корень, либо цитокининовой пастой воспользоваться, поцарапать листочек. Ну, эти все препараты, они предназначены именно для пробуждения деток или почек, то есть для прорастания. Ну, теперь я буду поумнее, уже буду знать на будущее, что так можно простимулировать прорастание. Так, с фикусом тоже все листочки, это все фрагменты листа, даже не целые листочки. Вот один-два целые, остальные фрагменты тоже укоренились, укоренились быстро, за месяц. И вот на сегодняшний день один специально выкопала. Вот так выглядят корешки здесь есть, и вот что-то похожее на зачаток, как бы, проростка. Ну, посмотрим, может быть, и фикусы прорастут. Теперь я их полью бутоном, и, возможно, они тоже дадут детке. Так, этот листочек клеродендронный я пересажу в нормальный горшочек. Так, постараюсь аккуратненько, не повредив ничего, подсыпать, засыпать. Материнский лист пока не удаляю, пусть он удалится естественным образом, это будет безболезненно для растения. Так, второй листочек я уже посадила обратно в стаканчик. Обработаю его бутоном. Как раз покажу вам, как обращаться с бутоном. И буду питать надежду, что, может быть, при обработке гормоном прорастания гиберелином, все-таки появятся детки. Так, все. Сейчас надо пролить его хорошенько. И таким образом оставлю его расти дальше. Думаю, что он будет расти. Так, все, с этим готово. Так, что мы будем делать с остальным? Фикус. Посажу его обратно. Туда, где он и был. Так. Сейчас буду разводить препарат бутон. Вот такая упаковка. Как я обычно делаю для всех своих других растений. Просто беру ложечку. У меня уже это отработанная дозировка. Так, что-то никак не... Примерно столько, совсем чуть-чуть. В небольшом количестве воды развожу. Он растворяется довольно хорошо. Получается такой мелкий осадочек. Но это ничего, это не страшно. Так, и этим раствором надо будет полить немножко под корень. Вот так. И листочек тоже. Все. Листочек обратно запаковываю в зип-пакет, чтобы сохранялись тепличные условия. Таким образом не надо будет поливать. Вот 5 месяцев не заглядывала. И даже не надо было поливать. Потому что вода отсюда не испаряется. И листочек всегда находится во влажной среде. Все. Теперь можно также цветокининовой пастой воспользоваться. Вот такая упаковочка. Продаются эти все препараты в цветочных магазинах. Там вот такая капсулка с пастой. Обработаю и бутоном, и пастой. Наношу немножечко на кончик. Буквально самый мизер. Мизерное количество. Много брать не надо. И вот здесь где-нибудь у основания просто царапаю. Делаю небольшую царапинку. Таким образом паста проникает в листочек. Этого количества вполне достаточно. Я раньше уже так пользовалась. На пиларгониях. И на фиалочках. То есть царапала. Когда фиалочка отцвела, я конец цветоноса нанесла на него пасту. И царапала стебель фиалки. И там появлялись детки. Так что попробуйте царапинновую пасту. Она в основном используется на орхидеях. Мало кто знает, что ее можно использовать практически на всех растениях. А пиларгоний в том месте, где я царапала, там они дали новые веточки. Вот так. Так, а тот листочек забыла. Но сейчас тоже сделаю. Тоже пастой. Не знаю в этом случае, что именно сработает. Паста или бутон. Но я думаю, не повредит ни то, ни это. Получится, значит получится. Не получится, не получится. Посмотрим. Вот так. Все. Обработка завершена. Буду дожидаться, что же будет дальше. Ну, с этими растениями с фикусами и с вот этим листочком, который не пророс, я уже дальше не буду продолжать видео. Просто оставлю это для себя. Потому что на это уйдет много времени. Думаю, что даже несколько месяцев. А вот с этим у меня получилось естественным образом. В присутствии естественного гибелина. Мне поскорее хочется выложить уже это видео. Удивить вас, порадовать, что в принципе растения выращивать из листа тоже возможно. Посмотрите в интернете, погуглите листовые примордии тему. И возможно вас это заинтересует. И вы тоже захотите заняться выращиванием растений из листа. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова